Партнер программы сеть детских клубов Ети и Дети Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Меня зовут Света, и сегодня я снова в компании Егора и Вики. Для тех, кто не смотрел нас вчера, важная информация. Мы с ребятами находимся в стране безопасности. Здесь учимся простым правилам безопасного поведения практически в любой ситуации. Наверняка, ребята, вы о многом уже знаете от взрослых людей, своих учителей, родителей. Но это как раз тот случай, когда можно повториться. Я надеюсь, что вы со мной согласны. Согласны? Да! Повторимся? Отлично! Ребята, вы уже достаточно взрослые и знаете, что вокруг нас огромный мир, и там происходит много-много всего интересного. Но это, ребята, не значит, что неприятные ситуации обязательно обойдут вас стороной. И поэтому мы с вами должны быть готовы ко всему. И именно этому будет посвящен наш первый конкурс. Слушайте его условия. Я вам буду читать загадку, а вам необходимо будет составить отгадку из цифр, которые я вам даю, стопочки с цифрами, на своем стенде. Составляйте отгадку. Итак, все понятно. Каждый правильный ответ, ребята, стоит две фишки. И одна фишка тому, кто справится быстрее. Итак, ребята, первая загадка. Если в доме вспыхнет пламя, вряд ли справитесь вы сами. Перед тем, как спорить с ним, наберите... Побежали! Когда пожар в доме, какой мы номер должны набрать, ребята? Кто справится быстрее, говорите, я готов. Готова. Я готов. Умничка, Вика, молодец. Но главное сейчас, чтобы Егор правильно составил отгадку, заработал фишку в пожарную службу. По какому номеру мы звоним? По номеру сто... Произносим по номеру сто... Один. Один. Ай, умнички. Знаете, такую важную информацию. Молодцы, ребята. Я сразу вам, ваши... Присаживайтесь. В коробочки кладу. Оф. Тебе, Вика, за скорый и быстрый ответ. Три фишки. А тебе, Егор, две за правильный ответ. Читаю следующую загадку. Если в доме пахнет газом, форточки откройте сразу. Не включайте свет в квартире. И звоните в газовую службу, ребята. По какому номеру нужно звонить? По номеру. Кто быстрее у нас будет на этот раз? Ну, 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 последняя циферка. Ай, Егор, быстрее. Ну-ка, Вику ждем. Егор, молодец. Быстрый ответ. А самое главное, правильный ответ. Молодец. Присаживайся, Егор. Ждем Вику. А у Вики, как дела? Ну-ка, посмотрим. 104 номер. Правильно, ребята. В газовую службу нужно звонить по номеру 104. Так, у Вики поменялись воролями. На этот раз у Вики две фишки, а у тебя, Егор, три. Быстрый и правильный ответ. Хорошо. Следующая загадка. Если видишь преступление или к нему приготовление, граждан, защити права. Набери скорее... Ребята, в милицию. По какому номеру нужно звонить в милицию? По номеру. Ох, интересно, мне кто же быстрее справится? Ну-ну-ну. Готово. Вика, быстрее. Правильно и быстро. Умничка. Ну-ка, будет ли правильным ответ у Егора? По номеру Егор 102. Молодцы. Итак, ребята, снова я вручаю Вике три фишки за правильный быстрый ответ и Егору две фишки за правильный ответ. Молодцы. И последняя загадка. Последняя возможность в первом конкурсе заработать фишки. Если человеку плохо, толку нет вздыхать и охать. Срочно номер набери скорой помощи. Бежали. На скорость, на скорость, ребята. Скорую помощь. По какому номеру мы звоним? Молча, молча. Молодец. Очень вы меня порадовали. Вик, ты можешь присесть и получить уже свои фишечки. Три фишки за правильный и очень быстрый ответ. Егор, какой номер? Озвучь нам, пожалуйста, какой номер? 103. Молодец. Только что-то не находится циферка 3 у тебя, да, долго? Ну, давай, я тебе уже твои две фишечки кладу в коробочку и ждем тебя. Молодец. Присаживайся. Скажите, пожалуйста, ребят, а вам когда-нибудь уже доводилось набирать эти номера телефонов? Нет. Нет. Слава богу, я могу вам только пожелать, чтобы никогда вам и не пришлось их набирать. Ну что ж, нам... Один раз мне набирали. Набирали? А в какую службу? Что случилось? Голова сильно болела. А, в скорую помощь пришлось позвонить, да? Ну, бывает, я же говорю, что неприятности, конечно, мне избирали. Я упала с дуги, у меня, к слову, тут рана была. Ой-ой-ой, мои хорошие. Ничего, надо себя беречь, тогда все будет хорошо. Ребят, нам с вами пора уже двигаться вперед. И сейчас время встречи с нашим хорошим уже знакомым детским доктором Артемом Витальевичем. Ребята, привет! Здравствуйте! Я очень рад, что мы снова встретились. Сегодня я хочу вам рассказать о таком полезном медицинском предмете, как марлевый бинт. Вот он. Ребята, а вы знаете, в каких случаях применяется марлевый бинт? Да! Да. В каких? Когда у тебя рана. Так, когда нужно сделать повязочку, хорошо. Ребята, марлевый бинт используют для наложения различных повязок и перевязок на раны различного происхождения. Например, если человек наступит на острый предмет, к примеру, гвоздь, и поранит ногу, рану следует обработать йодом и наложить повязку из бинта на ногу. Также марлевый бинт используют для фиксации пораненых рук и ног. А еще бинт используют для наложения гипсовых повязок в случае растяжений и переломов. Я надеюсь, что ничего из этого, о чем я вам рассказал, с вами не случится. Но знать, для чего используется такая полезная вещь, как бинт, все-таки надо. А на сегодня это все. Будьте здоровы, успехов вам и, конечно же, победы! Ребята, сейчас время заключительного конкурса на сегодня. Сейчас мы проверим, как вы внимательно слушали доктора Артема Витальевича. Конкурс наш называется «Руки, головы, хвосты». Да, вот такое интересное. Я буду вам, ребята, читать высказывание. А если вы считаете, что оно правильное, вы согласны, то вам необходимо будет кивать головой и вилять хвостиком. Ну, представьте, что у вас есть хвостик. Киваете и виляете хвостиком. Да, вот так, правильно, Егор. А если вы не согласны с выражением, если не согласны, то отрицательно качаете головой и ручки прячете за спину. Выполнять это задание, я думаю, вам будет удобнее стоя, поэтому встановитесь вот здесь, за пуфиком твоим, Вика, вот туда, рядышком друг с другом, Егорушка, ближе к Вике. Давайте вот так, сюда. А ты сюда, Егор. Вот так. Давайте с вами потренируемся, чтобы я увидела, что вы поняли, как нужно делать. Итак, родителей нужно всегда слушаться. А хвостиком вилять забыл, Егор. Вот так. Как красиво ты виляешь хвостиком, просто чудо. Правильно, Вика, ты все делаешь правильно. Итак, второй вопрос. Можно совершать плохие поступки, только если не видят взрослые. А ручки наши где? Поменялись ролями. Первый раз Егор забыл о хвостиком вилять. Все, вот теперь верно. Хорошо, ребята, поняли все, как делать. Итак, первое высказывание. Второе высказывание. Бинт защищает рану от инфекции, микробов и вредоносных бактерий. Молодцы, молодцы. Очень хорошо и правильно все делаете. Каждому по две фишки я кладу в коробочку. И читаю второе высказывание. Слушай внимательно. Как только разодрал коленку, надо сразу перевязать ее бинтом. Разве, ребята, неправда. Никому фишек не дам. Потому что, ребята, сначала нужно... Надо сначала йодом обмазать. Сначала нужно промыть тепленькой водичкой, ребят. Потом обработать края йодом или зеленкой. И только потом бинт. Запоминайте, потому что еще в финальной игре вам эта информация очень даже пригодится. И вообще в жизни пригодится. Итак, следующее высказывание. Бинт используют при переломах для наложения гипса. Вик, ты не права, Егор прав. Использует, использует. Дядя Артем говорил об этом. Поэтому Егору достается две фишки, а тебе не кладу, Вик. Но у тебя есть шанс еще на последнюю правильно ответить вопрос. Итак, последнее высказывание. Если замотать голову бинтом, то можно избежать простуды. Дети, дети, ну неужели, если вы замотаете, перемотаете, голову бинтом, то вы себя таким образом предостережете от простуды. Нет, конечно. Главное правило это хорошо одеваться, особенно в холодное время года, принимать витамины. Вот это действительно вам поможет. А бинт на голове уж никак не поможет. Присаживайтесь. Снова фишки у меня. Но ничего, я смотрю, вы и так очень много во второй конкурсный день заработали фишек. Давайте-ка мы с вами сосчитаем, сколько именно. Быстренько считаем. Снимаем. 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 Сколько? Тринадцать. Снимаем. Опять стабильный признак мастерства века. И у Егора тринадцать. Ох, дети, молодцы. Какие вы равные сильные соперники. Равный счет во второй конкурсный день. Ну что ж, ребят, на сегодня все. Встречаемся завтра. До встречи, ребята. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.